И облачно, с прояснениями. Спортлайф Всем привет, это программа выходного дня Спортлайф. Меня зовут Роман Щерба. Время московское, 13 часов 4 минут. Первый час эфира. Посвятим водному полу. Ребят, почему? Да потому, что сегодня элита водного пола в гостях на Спорт.ФМ. Ближайший час проведет серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, бдители чемпионатов мира, кубков мира, мировой лиги. Главный тренер московского «Динамо» Марат Закиров и капитан этой команды Роман Балашов. Мужчины, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Разговор будет серьезный. Я чувствую это предэфирными разговорами. Мы тут уже некоторым образом начали разжигать по проводное поло. Почему нет успехов у наших команд, у нашей сборной на протяжении последних 12 лет. Именно в 2000 году, в Сидне, в 2004 году, последний раз наши ватерполисты выступали на Олимпийских играх. В 2000-м было серебро, в Афинах была бронза и с тех пор как отрезало. Олимпийский турнир отборочный к Рио-де-Жанейро проходил в итальянской Триесте. И там, к сожалению, также наша команда не добилась результата положительного для себя. То есть не смогла выйти из группы, не попала в четвертьфинал. Путевку зарабатывали 4 команды в Рио-де-Жанейро по итогам этого турнира. Они уже, эти команды, кстати говоря, известны. Это Франция, Испания, Венгрия, Италия. Сегодня решающий матч. Франция и Испания сыграют за третье место, Венгрия и Италия за первое. Ну а мы начнем, наверное, все-таки с московского «Динамо». И затем уже перейдем к разговору о сборной нашей команды. Ватерполисты московского «Динамо» в этом сезоне борются за чемпионство. Как, собственно говоря, и в прошлом, и позапрошлом. Там было бронза, опять же, и серебро. В этом году нам предстоят полуфинальные матчи в конце апреля. И на ваш взгляд, ну, вопрос, наверное, главному тренеру, в первую очередь, Марат. Задача выполнима? Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за внимание, проявленное нашему клубу и нашему виду спорта. Не так часто можно слышать разговоры и дискуссии о нашем виде спорта, которые, на мой взгляд, необходимы. Что касается вашего вопроса, борьба за чемпионство, всегда стояла приоритетная задача этого клуба. Потому что, насколько все знают, клуб является самым титулованным на сегодняшний день в стране. 18-кратный чемпион страны, обладатель кубков, европейских, российских. И поэтому в этом клубе другой задачи не может стоять, как, в принципе, чемпионство. Вопрос, насколько это реально. Покажут игры, мы серьезно готовимся. Несмотря на то, что потеряли в начале сезона некоторых ключевых игроков, но в команде хорошая очень атмосфера, дух, ребята работают на 100%, и каждый понимает, что цена плей-офф чрезвычайно высока. Будем надеемся, что пройдем по этой тяжелой дороге без потерь. Соперником за право сыграть в финале четырех штурм 2002, да, является у вас? Да, команда молодая, перспективная. Даже в сборную пригласили двоих игроков. Чем отличается эта команда? Очень хорошая селекция. Набирают перспективных ребят по всей стране. В стране, да, имея интернат, растят их. И очень серьезно они работают. Команда серьезная, но я думаю, что мы обладаем тоже не меньшими характеристиками для победы. Роман, на ваш взгляд, каковы шансы московского «Динамо» в этот раз быть выше, чем были в позапрошлом и прошлом сезон? Ну, про шансы-то я не буду говорить, потому что, во-первых, мы играть на победу. Роман, ближе чуть-чуть к микрофонам. Каждую игру будем на победу играть. Вы можете его так своими мощными руками подвинуть, как удобнее. Думаю, шансы есть, шансы хорошие, а когда есть шансы, всегда надо играть на победу. Рассчитываем выступить не хуже, чем в прошлом году. Конечно, всегда хочется больше первого места. В целом, как складывается сезон для московского «Динамо»? Вот это, может быть, что-то лучше, что-то хуже получается, где нужно добавить? Марат? Ну, начнем с ситуации в клубе, потому что я уже сказал, что мы потеряли четырех игроков. И, к сожалению, в последнее время клуб, являясь визитной карточкой нашего водного пола, не подтверждает это финансовой стабильностью. К сожалению, на сегодняшний день опять задолженность четыре месяца. Перед плей-офф ситуация морального климата немножко тяжеловата, скажем так. И ребята просто сами молодцы, потому что являются профессионалами своего дела, именно фанатами водного пола. Играет фактически на последних морально-волевых. К сожалению, я близок к руководству, знаю, что и президент СССР Сергей Валентинович, и глава общества «Динамо» Прончев Владимир Егорович предпринимают колоссальные усилия. Но, констатирую, приходятся такие факты, что финансовой стабильности нет. И это влияет. Это не может не влиять, когда команда играет с задолженностями. Это что из плохого. Это не было вообще или какие-то все-таки выплаты присутствуют? Вот на сегодняшний день, если конкретно говорить, у нас задолженность начинается с январь, февраль, март и вот уже идет апрель. Плюс прошлогодняя премия за такое. Ну, такие вопросы перед плей-офф не хотелось бы поднимать, но если уж говорить честное ситуации в клубе, то как бы эти вопросы не спрячешь. Ну, вот это то, что вы спросили из плохого. Что из хорошего, что у нас коллектив создается, я вот уже третий год тренер, и вижу, что коллектив выстраивается, задачи ясны и понятны. Постепенно приходят молодые игроки, имея такого капитана, как Роман Владимирович, который прошел огонь, Крым и Рим, войну, знает, как это выигрывать. В принципе, команду легко выстраивать. Поэтому это положительный момент. То есть мы имеем хорошую атмосферу и коллектив, но, к сожалению, финансовая нестабильность. Когда вот эти два фактора сложатся, на мой взгляд, тогда вот реально действительно выиграть золото. А вы же уже друг друга давно знаете. Вы и в Афинах, и в Сиднее вместе выступали. Очень давно. Мы даже не то, что в Афинах выступали. Мы начали выступать в Лиге фактически там с 92-го, 93-го года. Нам было, ну, я чуть старше, он был младше. Вот. И за сборную оба поиграли на порядка 10-12 лет каждый отыграл за сборную. И мы именно были с ним как бы свидетелями всех победных процессов, которые проходили в сборной, начиная там с 1997 года по 2004 год. То есть эти вот 7 лет, они были очень хорошие для сборной России. Единственное, что не удалось выиграть, это золото олимпийских игр. А остальные, практически все финалы, там, полуфинали мы отыграли. Ты главный тренер Московского Динамо с 2013 года? Да. А Роман в 2014 пришел. Московская Динамо. Вы инициатор приглашения? Ну, даже не так. Мы, во-первых, играли за этот клуб. Я один сезон играл в 2000-м. Роман, мне кажется, больше отыграл. Сколько ты уже? Вот практически 10 лет будет. 10 лет. То есть он фактически Динамо, это коренной. И инициатором приглашения, конечно, я был, потому что я знаю его, как он может играть. И это большая удача была, что он поверил мне и пришел. Роман, вы как капитан команды, как сейчас себя чувствуют ватерполисты? Наверняка, вот Марат уже сказал, несколько такой нестабильной финансовой ситуации. И все-таки, что в команде происходит внутри? Команда, как живой организм, знаете, его и кормить, и поить, отдыхать, и давать. Знаете, есть выражение такое, взбодрить надо команду или кого-то. Вот нас это взбодривать не надо. У нас тренер такой, он нас каждый день бодрит так, что мы даже об этом слове не знаем. Поэтому обстановка, согласен со всем, что сказал Марат Сагиточ, но, понимаете, мой предел, он, может быть, тактично очень говорит, а, может быть, не раскрывает и не нужно раскрывать, какие уходят разговоры. На самом деле, все надеемся на лучшее, но обещаний больше, чем дел на сегодняшний день. А это вот все общество Динамо сейчас страдает. Мы же знаем, вот, например, футбольного, да, Динамо, которое сначала было несколько жирных лет, да, приходили серьезные футболисты. И нынче Динамо может впервые в истории отправиться в дивизионном ниже, футбольное. В принципе, все общество Динамо вот в какой-то такой стагнации или в умении находится, или отдельный вид? Ну, такой вопрос, который я, например, некомпетентен на него отвечать, потому что я не являюсь главой всех команд в обществе Динамо. Но разговоры ходят, безусловно, видно, что футбольный клуб не самые благополучные времена переживает, баскетбольный клуб, фактически молодежная команда играет, водное поло с большими проблемами сталкивается. Где-то наверху еще играет хоккей, но даже они, я вижу, уже вылетели из плей-оффа, то есть они не играют финальные пульки. Соответственно, наверное, какие-то проблемы есть. Единственное, что не могу действительно узнать, почему так происходит. Мы, как бы, когда перед началом сезона было сказано, что у нас будет погашено, во-первых, все долги, во-вторых, наш спонсор, фактически титульный, а это Динвест, компания, которая застраивает жилой квартал, будет все стабильно, будет соглашение подписано. И вот мы, как бы, этой надеждой все время живем. Но на сегодняшний день ситуация такая. Пока это все в будущем времени, да? Да, надеемся, ждем. Но такой клуб, вот как Динамо, на мой взгляд, он может, мало того, что играть постоянно за золото, быть визитной карточкой Москвы, он может играть в Еврокубках, он может играть в Лигу Чемпионов. И, кстати, пришло приглашение именно официальное для Динамо Москвы, потому что олицетворяет в мире и Европе клуб с большой традицией, который приятно показывать по телевизору. То есть, и вот мы уже второй год подряд не участвуем в Еврокубках из-за недостатка финансов. И тут, если бы... Очень похоже на футбольные. Да, и если бы получилось бы так, что помощь Москве, а Москва, на мой взгляд, ну, не самый, как бы, бедный город, если вот кто-то и услышит, и потому что клуб, на самом деле, не требует больших затрат, но колоссальная могла бы быть отдача от и рекламы, и узнаваемости, потому что, действительно, бренд и бренд узнаваемый. И очень мало таких брендов, которые в стране остались. Но мы, к сожалению, в Еврокубках тоже не участвуем. Я бы добавил по поводу Еврокубков. Может быть, слово уточнить. Не участвуем, отказываемся в участии. Мы занимаем призовое место. Мы должны были играть в этом сезоне в Кубке Чемпионов. А в прошлом команда должна была играть в европейском... Второй по значимости Кубок. Отказываемся из-за финансовых проблем в клубе, потому что разъезды и принимание других команд стоят денег. Именно отказываемся. Главный тренер команды «Московская Динамо» Марат Закиров, капитан «Динамовцев» Роман Балашов в этой студии «Спорт.ФМ». Сейчас у нас выпуск новостей. Далее вернемся, продолжим разговор о водном. Футбол и Олимпийские игры. Все главные спортивные события 2016 года. Слушай на «Спорт.ФМ». Возвращаемся в эфир. Меня зовут Роман Щерба. Это программа выходного дня «Спорт.ФМ». В этой студии по-врежнему Марат Закиров, главный тренер команды «Динамо Москва» и капитан «Динамовцев» Роман Балашов. Говорим о водном полу. К сожалению, мужская сборная России по водному полу. На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро отобраться не смогла. Смогли отобраться наши девушки, что не может, наверное, нас не радовать. Другое дело, какие результаты они там готовы показать в Рио-де-Жанейро, учитывая то, что последние несколько лет водное поло российское находится в некоторой растерянности и в раздрае. Вот об этом и говорим прямо сейчас с мужчинами, заслуженными бронзовыми и серебряными призерами Олимпийских игр. В общем, те люди, которые последние успехи сборной России принесли. Ваши вопросы также приветствуются. Телефон прямого эфира 495-276-1932-276-0932. СМС-портал 5533 в начале сообщения. Слово «Спорт». Вайбер ватсап плюс семь девять два пять четыре двойки девяносто три и два. В предыдущей части эфира, раз уж затронули денежную тему, еще один вопрос, касающийся денежных знаков. И это никак не касается украденной обуви, которую, верно заметил Роман, нужно еще реализовать. Зачем она кому-то нужна? Вот. Главный тренер мужской сборной Бразилии, Радко Рудич, в интервью одном заявил, что ватерполисты в Бразилии получают где-то 700-800 евро, в Европе три-четыре тысячи евро, а в России можно заработать? Ну, можно без цифр. Можно заработать на нормальную, достойную жизнь, не знаю, хлеба купить в конце? Ну, вот по своему опыту, когда мы вернулись, мы с Ромой поиграли и в Италии, вот, и очень были хорошие годы, начиная там с 2000 по 2012, когда действительно у команд имелись деньги, и страна переживала такой, скажем так, экономический подъем. Вот. То заработать можно было, в принципе. Отложить что-то на недвижимость, что-то какие-то, конечно, это будет не уровень футбола, хоккея, но при грамотном распределении средств можно было что-то отложить на будущее. Безусловно, стать миллионером – это тяжело, но достижимо. Я знаю людей в спорте, которые это смогли сделать. Как привлечь тогда детей к водному полу, учитывая то, что сейчас в большинстве своем родители смотрят как раз-таки на сумму контракта, которую могут их дети заработать? Ну, есть два фактора, на мой взгляд, даже если три. Во-первых, здоровье. Люди зачастую ходят в бассейн и, начиная плавать, испытывают предрасположенность, допустим, к занятию в водном поле. Потом это дело начинает нравиться, и человек уже для себя выбирает, что он действительно рожден для этого вида спорта, начинает заниматься им. Во-вторых, этот спорт, он действительно раскрывает многие мужские качества, и когда им начинаешь заниматься, то уже как бы идешь по этой стезе и доходишь до конца. Если изначально брать материальный фактор, то, безусловно, и хоккей, и футбол, они предпочтительны, но как специалист по спорту я вам скажу, что не все предрасположены играть в хоккей и футбол. Именно как организм твой построен, именно какая у тебя реакция, именно какие, то есть вот именно люди, которые заниматься именно водными видами спорта должны. Но вот так вот по природе мы все. Кто-то чувствует легко воду, кто-то чувствует легко лед, кто-то имеет низкий центр тяжести, как Месси, играет в футбол. Но не все такие. Россия достаточно страна, где мужское население высокое, то именно вот водное поло, баскетбол, волейбол. Поэтому я думаю, что вопрос такой, на выбор, кому нужно по интересам. Как вы пришли в водное поло? Роман? Я пришел совершенно случайно, меня товарищ, наверное, чтобы на улице не валялся, не гулял с другими там. Но это какой год? Это 89-й год, получается, да? Да, я достаточно поздно, ну, не совсем рано пришел водное поло, он меня привел, наши родители просто дружили, он меня привел в секцию, моя мама и его маме сказали, возьми ты его куда-нибудь, а он плаванием занимался. А я вообще не занимался ничем, не плаванием. Ты 13 лет вообще? Да, то есть я, очень многие приходят именно в водное поло из плавания. Но я вот хотел бы добавить на предыдущий вопрос, Марат Сагидович отвечал, мне кажется, если родитель будет выбирать для своего ребенка вид спорта, где он может заработать, это не самый правильный путь, потому что в большинстве... Безусловно, но многие родители этого не понимают. Это такое настройство будет, да, для родителей. Поэтому, понимаете, раньше в Москве по поводу детских спортивных секций было порядка шести клубов. А вы в Москве родились? Да, я москвич. Который, был даже первенством Москвы среди команд высшей реги разыгрывался чемпионат Москвы. Там участвовало порядка шести команд. У этих команд были школы. Резерв готовился. Сейчас, к сожалению, детских школ, какие-то общества остались. Но уровень тренеров, которые там работают, он не совсем достаточный. Да, он достаточный до какого-то времени. А потом, когда ребенку становится 18 лет, он должен выбирать, а выбирать не ищу. И вот это проблема. Плюс результаты, они, к сожалению, не сборной упали. И поэтому родители, глядя на результаты, популярность не приносит и плюсов этому виду. Марат, вы как пришли в водное поле? Вы чуть старше Романа? Ну, я вот именно человек, как вот обрисовал ситуацию. Я, во-первых, человек Советского Союза. То есть, мои родители жили в тот момент в Душамбе. Я хотел заниматься хоккеем, но катка не было. Кстати, вот еще один фактор. Не все могут заниматься именно хоккеем или футболом в некоторых городах. А у нас страна большая. И мы пришли в бассейн плавать, и там вот группа водного пола организовалась. Я начал плавать, что-то мне стало нравиться. И вот в 91-м году получил приглашение. Я играл в юниорской сборной СССР. Получил приглашение приехать в Москву. Вот я здесь так и остался. Поэтому путь для водного пола это не только деньги, это именно сложение всяких ситуаций. Действительно, Роман Владимирович сказал правильно, что сборная на тот момент выигрывала, когда мы начинали тренироваться. Она была красной машиной. Вы смотрели на результаты сборной? Безусловно. На олимпийских играх 72-й, по-моему, год. Само название красной машины не только в хоккее существует. И вот именно сборная от 80-го года до 85-го была красной машиной. Выиграли там два чемпионата Европы, два чемпионата мира, олимпийские игры. И чудом не поехали на 84-й год. Поэтому действительно популярный был вид спорта. Потом именно так начало заниматься, так оно и пошло. Ну вот на этой, в общем-то, знаменательной ноте по поводу красной машины в советское время, я имею в виду, сборной России по водному полу, мы и перейдем к нашей команде сборной, где, я думаю, что у вас, мужчины, есть что сказать, есть что добавить. И по поводу ее выступления на олимпийском квалификационном турнире, который в итальянской тресте сегодня, кстати говоря, завершится. Матч за третье место Франция-Испания, Венгрия-Италия. Коротенький вопрос, коротенький ответ. Могли оказаться в этой четверке? Да. Обязанным там быть. Были быть, но, к сожалению, от другой. По причинах, которые не позволили оказаться в Рио-де-Жанейро мужской сборной России, уже после рекламы и новостей. Поговорим. Марат Закиров и Роман Балашов, главный тренер и капитан московских динамовцев в этой студии Спортфм. Реклама До страны оптимистов не так далеко приезжают Летний сад Летний сад жить легко Все у нас зеленая зона Москвы Запах свежей травы Здесь поселитесь в Летний сад Старт продаж в жилом комплексе Летний сад на Дмитровском шоссе от компании Эталон Инвест Только сейчас 125 тысяч рублей за метр Звоните 37 и 5 восьмерок Код Москвы 495 Проектная декларация на сайте Эталонсад.ру Я главный отариноларинголог МИДСИ Маслов Эдуард Юрьевич знаю, как сильно заболевания лорорганов могут снижать качество жизни Не откладывайте поход к врачу Своевременная диагностика и адекватное лечение залог вашего здоровья Индивидуальный подход к каждому пациенту во всех клиниках МИДСИ Обследование лорорганов в МИДСИ Прием специалиста и весь необходимый пакет анализов по выгодной цене Подробности по телефону 7 800 500 или на сайте медси.ру Имеются противопоказания Необходимо проконсультироваться со специалистом Рубим цены Каждый день в супермаркетах Билла Только сегодня 10 апреля Сыр Гауда 27 рублей 90 копеек за 100 граммов А завтра Сосиски Венские Рублевские 330 граммов 89 рублей 90 копеек Количество товара ограничено Подробности на Билла.ру Телефон рекламной службы Спорт.фм 620 46 64 Код Москвы 495 Спортивные легенды На Спорт.фм Он побеждал всех не присматриваясь кто перед ним Новичок или ветеран Огромный талант или кто-то из бывших Эта дорога выложенная бесчувственными телами в нокауте привела великого Джо Фрейзера на вершину Он стал абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов Шли 70-е которые потом станут звать золотой порой тяжелого веса На пути Джо встал сам Мохаммед Али Он уже успел побывать чемпионом Потом 3 года сидел на печи Вернулся и надеялся быстро добраться до былых высот Но Фрейзер осадил наглеца Для Али это было первое поражение в карьере Под знаком соперничества с Мохаммедом пройдет вся дальнейшая карьера Фрейзера Они встретятся еще дважды и оба раза окажутся сильнее Али А точку в этой истории поставят на ринге их дочери Через 30 лет после первой встречи отцов Лейла Али вырвет у Джеки Фрейзер победу по очкам Знаете ли вы Однажды отправить соперника с ринга оказалось недостаточно для победы Легендарный Джек Демпси защищал свой титул в бою против аргентинца Луиса Фирпо и в первую же минуту несколько раз уложил соперника на помост Фирпо упрямо отбивался надеясь на чудо и оно случилось Удачный удар и Демпси провалился через канаты на судейский стол Но не успел судья открыть счет как сбешенный Демпси уже снова стоял на ринге Он начал второй раунд яростной атакой и отправил Фирпо в глубокий нокаут Футбольный матч Поединок свистка судьи со свистом трибун Славомир Врублевский Очень много крупных Три На улице Верхние поля больше часа На МКАД на внутренней стороне от Носовихи до Белой дачи также больше часа и Новоегоревское шоссе плотненько стоит Почему я продал свою машину в Карпрайс? Да я не люблю рисковать ценю свое время Приехал сразу получил деньги никаких проблем Это как трейд-ин только выгоднее Да, я рекомендую карпрайс.ру До чемпионата мира по хоккею осталось 26 дней До Евро-2016 61 день До Олимпийских игр 117 дней Спорт-ФМ Мы делаем спорт ближе А сейчас Спорт-Лайф Программа «Входного дня» Спорт-Лайф Меня зовут Роман Щерба Через 117 дней К сожалению Мы не увидим сборную России по водному полу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Почему так получилось? Сейчас спросим у замечательных гостей сегодняшних Элита настоящая Вутерпольная Марат Закиров Главный тренер Вутерпольного клуба Московского Московская Динамо и капитан Динамовцев Роман Балашов Мы завершили как раз таки прошлую часть эфира тем, что сегодня завершается опять же Олимпийский квалификационный отборочный турнир по водному полу среди мужских команд который проходит в Италии Четыре путевки разыгрывалось на этом турнире в Рио до Жанейро известны обладатели их Франция Испания сегодня за третье место между собой сыграют эти сборные ну и Венгрия Италия поспорят за первое место на отборочном квалификационном турнире хотя, наверное большого значения уже кто займёт первое, второе, третье четвертое место не имеет все главные схватки будут чуть позже через 117 дней как вы могли слышать в анонсе на спорт ФМ Итак, почему так получилось почему мы почему сборная России да, не смогла оказаться в четвёрке хотя вы Марат, в том числе да, говорите о том что, в принципе могли быть в полуфиналах и это несмотря на то что сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани заняла лишь 14 место На ваш вопрос можно ответить как бы с двух составляющих эмоционально то, что мы не попали рвать на себе волосы вот, разбираться почему так получилось хотя шанс действительно был занимай второе место попадай там на Голландию возможно шансы был бы и можно отвечать с точки зрения анализа вот я как тренер с точки зрения анализа больше скажу потому что знаю что ребята, которые играли очень хотели пройти не получилось они сейчас дико переживают и танцы на костях не для меня лично вот большое сожаление испытываю и знаю, как им тяжело мы сами промо играли квалификацию и знаем, что это такое когда не попадаешь на Олимпийские игры вот весь вопрос в том на мой взгляд надо вернуться 12 лет назад когда с 2004 года нет побед то есть как происходит бродзе в Афинах это победа да но все равно это медали не скажем так, что это глобальный успех но медали это медали потому что Олимпиада такая вещь, которая никому ничего не гарантирована ты выбиваешь свою медаль вот возьмем любую сильную компанию что садится делать президент чтобы выйти на первые как бы места да, на любом рынке какой бы ни был спортивный рынок или такой а он говорит как нам достичь успеха и они делают как бы выводы намечают план действия и по нему идут вот у нас на мой взгляд до сих пор до сих пор нет четкого разделения что мы должны сделать чтобы выиграть эти Олимпийские игры у нас как бы наше хозяйство министерство спорта дает деньги на водное поло а федерация их тратит а ответственных за результат фактически нету спрашивают допустим президента федерации что там не получилось ну вот так они сыграли но дальше он говорит что он общественная фигура потому что его избирают общественным путем но деньги дает министерство спорта понимаете нет ответственности за результат то есть кто бы сказал ребят я знаю как мы через 4 года будем призах составляется программа она делается потом в конце каждого цикла садится и идет хороший разбор причем со стороны и государственных структур что вы сделали как это было почему мы проиграли вот у нас сейчас министерство спорта задает такие вопросы федерации тоже интересно будет она задавать такие вопросы нет почему 12 лет водное поло мужское не является нигде в призах что происходит у вас то есть у нас вот такого разбора нету у нас поколение за поколением игроков прокручивается но ваше поколение уже ушло уже 83 поколение утонуло следующее поколение пойдет 93 и чтобы вот это вот не потерять глобального разговора не происходит вот что в чем проблема и мы играя за границей играя за границей тоже спрашивали как вот допустим в свое время Сербия или Венгрия вышли из кризисов они садились а у них тоже были потому что Венгрия насколько я понимаю Венгрия первый раз выиграли олимпийские игры в 2000 году после 76 года 24 года люди не выигрывали золото Сербия последний раз выигрывала в 88 году тоже сколько уже проходит 28 лет фактически они тоже ждут золота значит эти команды тоже сталкивались с кризисом но как они на них реагировали они брали лучшие лучшие образцы скажем так мировых игр делали выводы спускали все это вниз каких игроков надо готовить то есть шла четкая пирамида готовится резерв по таким-то лекалам это самое сильное готовятся специалисты под это все дальше идут еще сильнее специалисты вот пирамида наверху самые лучшие игроки самый лучший специалист самая лучшая организация приводит золото без золота это не то что завтра случилось чудо и вдруг мы все выиграли пошли свечку поставили и все выиграли нет это именно системная работа системная работа как в любой отрасли во сожалению у нас это отсутствует но это лично мое мнение я думаю что Роман Владимирович со стороны как игрока скажет немножко другие вещи ну что можно добавить я надеюсь что Роман Владимирович сейчас расскажет нам что он рассказывал Зайфер по поводу сильнейшего и не сильнейшего состава начну с того что мы все таки на олимпиаде водное поло будет это девушки конечно это хочу их поздравить и пора у меня кстати вопрос даже заготовлен они молодцы большие так же как и тренерский штаб второе с тренером как с учителем лучше вообще не спорить особенно если тренер твоей команды но со стороны игрока я могу сказать и это мое мнение личное что в сборной команде так же как и в клубе должны играть сильнейшие игроки именно игроки по спорту по спортивным своим качествам а не по человеческим и по любым другим задача тренера чтобы эти игроки лучше играли на мой взгляд не все сильнейшие игроки чемпионата России играли в составе сборной на квалификации на олимпийские игры вы говорили о том что допустим у команды Барселона которая лидер водного пола в Испании 7-8 игроков в сборной присутствует да из нашей у нас сейчас сильнейшая команда Артак Волград ну смотри простая система сборной Испании 6-8 игроков Барселоны 6-5 игроков Реала возьмем другие сильные клубы сильнейшие игроки да у Греции Олимпиакос играет 9 игроков в сборной то есть они постоянно выигрывают у нас что происходит сильнейший клуб Спартак Волгоград на сегодняшний день вот их присутствует 3 игрока хотя мы с Ромой знаем что игроков 5 которые точно бы помогли в сборной возьмем Динамо 2 игрока в сборной возьмем Синтез Казань который идет сейчас на втором месте вообще один игрок они идут на втором месте и они на всякий случай играют в финал Лиги Европы что является тоже достаточно престижным показателем значит вопрос возникает почему не все сильнейшие игроки были на сборе и не участвовали в квалификации вопрос Эркину Шагаеву ну видимо да а чем он занимается в сборной вы знаете ну вот если если готовят команду насколько я читал знаю вот опять же на форумах различных Дмитрия Апанасенко и Михаил Иванов чем занимается тогда Эркин Шагаев ну вообще-то насколько я понимаю вот вы можете ответить на вопрос встречный чем занимается Олег Знарок в сборной по хоккею Мотивации Ну вот я наверное я же не присутствую на сборах мы не присутствуем есть игроки есть тренер есть штаб к сожалению я не могу ответить наверное тренирует команду дает какие-то указания направление подготовки должна быть на мой взгляд должна быть действительно я согласен соответственность человека штаба федерации потому что ну что есть ответственность за результат должна быть потому что по именам тренерский штаб какие были игроки очень приличные все заслуженные мастера и знаю что и Михаил Иванов и Дмитрий Апанасенко очень большое время в спорте как тренера провели то есть тоже могут дать Сергеев Стегнеев то есть по именам очень приличный тренерский штаб почему не получилось я думаю действительно вопрос к ним потому что мы не были в том штабе не знаем какие решения принимались почему так получилось а почему тогда вот меньше чем за год по сути до Олимпиады меняется тренерский штаб ну и опять же приглашают Апанасенко с Ивановым вы задаете вопрос на который очень тяжело ответить потому что мы не президент федерации в своей системе вот именно почему такая действительно система что на самый главный турнир к квалификации Олимпиады мы поменяли опять скажем так пять человек по сравнению с чемпионатом мира ведь все знают что спортивная команда организм который очень тяжело склеивается каждая связка на вес золота и хорошая команда нарастится им нарастится очень долго через тяжелые игры и у нас по сравнению с чемпионатом Европы изменения порядка шести игроков порядка шести игроков или пяти с чемпионатом мира изменения и даже сейчас поехали на последний отбор двоих игроков тоже поменяли, получается. То есть вот такое, возможно, и это сыграло. Но я еще раз повторю, что это действительно компетенция главного тренера Кирина Шагаева. Я думаю, что у него есть ответы на все вопросы. Надо спросить. Да. Группа у нас на квалификации была следующая. Канада, Словакия, Франция, Венгрия, Румыния. Проходимая? Конечно. На мой взгляд, ни одна не сходит в элиту. Если брать элиту, то возьмите последние чемпионаты мира и Европы. И там ни одной из этих команд нету, кроме венгров. Венгрия действительно входит в элиту. А остальные все команды, на мой взгляд, играемы. С ними можно играть, их изучать. И они все являются командой второго эшелона. Впрочем, как и мы на сегодняшний день. Прямо сейчас на Спорт.ФМ новости. Далее продолжим разговор о водном полу. Новости. Страна. Мир. Спорт. Дмитрий Томниковский с новостями. Еще раз добрый день и коротко о главном. Самолет Як-52 исчез с радара в Челябинской области. Поиски пропали. Действую еще. И когда закончите? Да, закончу. Да, что будет идеально. Пока не надо, пускай еще играет. Он еще нужен. Да, вот видите, тренер. А, нужен еще? Конечно. Я просто думал, что Роман уже как играющий тренер выступает. Похоже. Похоже. Потому что по его знаниям, по тому, как умеет играть, играет действительно как тренер. Но у меня радикальные точки зрения есть. Может быть, не все может быть в эфире. Да почему говорите? Ну, смотрите. Во-первых, нельзя голу пеплу посыпать никогда. Если взять пример сборной Франции, которая, я даже не помню, была она на Олимпиаде когда-то или нет, где совсем недавно это был вообще уровень такой любительский. Давайте придем, поиграем. Никто команды и клубы не ставил всерьез. Теперь они попали на Олимпиаду. Это такой прорыв. Не надо из крайности в крайность входить. Закроем все и забудем это водное поло. Все-таки в бассейне, кроме плавания, есть еще интересные вещи. Второй момент. Это что касается нашей нынешней сборной. И я считаю, надо набраться смелости или совести к главному тренеру и уйти в отставку. Это мое мнение. Потому что в течение трех лет говорить, что команда набирается опыта, при этом менять состав по несколько игроков на крупный турнир, ну, это мнение игрока мое со стороны, смотрю. Надо какие-то делать выводы уже внутри себя, а не рассчитывать на кредит доверия кого-то еще. Мое мнение такое. Есть ли какая-то поддержка стороны власти имущих в водном поле? Вот вы замечательную историю рассказывали про то, как пытаются организовать какие-то тренировки, бывшие... Да, у меня есть товарищи-друзья, с кем мы играли на Олимпиаде. Это Юра Яцев и Сергей Гарбузов. Они сталкиваются с административным барьером, если так можно сказать, пытаясь организовать свою школу водного пола. Она называется «Про-вотерпола». Очень хорошее намерение и, так скажем, истоки... Возможные истоки возрождения того водного пола, который сейчас в Москве по большому счету находится... Ну, вернулось в зародочное состояние. Потому что даже московское «Динамо» оно с большим трудом ищет перспективных ребят, которые даже если находят, у них их потом из-под носа уводят из-за финансовых проблем. Поэтому, я думаю, нужно помогать людям, которые хотят что-то сделать в водном поле, начать с того, что у нас нету молодых игроков, достаточно молодых игроков, которые пришли бы в клубы и которые потом пришли бы в сборную. Потому что, на мой взгляд, команда после 2004 года, я имею в виду сборную команду, результаты пошли вниз, на мой взгляд, почему? Потому что команда играла одним составом практически 10 лет. Ребята стареют, ну это объективно, играть становится тяжелее. Молодые, которые приходили по одному, по два, по три на место предыдущих, кто завоевывал медали, они, на мой взгляд, не соответствовали уровню игроков, которые завоевывали. А в других странах ребята из школ росли. То есть, нельзя же взять игрока и купить и дать ему гражданство. Вот ты теперь член сборной России. другой национальности. Нужно растить. Детская школа не очень достаточное количество поставляет кадров в те же команды, хотя их и тех становится все меньше. Команд. Соответственно, кадры в этих школах тоже на том уровне, который был еще в 80-е годы. Поэтому, если какие-то молодые ребята в час, это не какие-то, это заслуженные мастера спорта, заслуженные люди, они приносили славу в одном поле. Сейчас они закончили, пытаются создать свое дело, детскую школу создать с именем. Я бы хотел добавить, да, вот, к Ром, то, что он говорит, каждая система же легкая. Вот возьмем Канаду, почему сильная по хоккею? 600 тысяч мальчишек начинают заниматься. У нас в стране есть центры, Волгоград, Казань, Москва, Кириши, но Москва на день же выпадает. И если у нас будет система, как футбол сейчас выстраивает, клуб «Динамо» и «Академия», вот в частности, то, что Ромка говорит, наши друзья, и Сергей, и Юра делают «Академию», ведь там же могут растить игроки. То есть, соответственно, если мы выстроим систему, что Москва набирает, ну, скажем так, пускай будет 3000 мальчишек, которые начнут заниматься, Волгоград 3000 мальчишек, Казань там, и, понимаете, из этого количества в любом случае вырастет качество. А у нас на сегодняшний день разрозненные усилия, и каждый регион своими слабостями. Волгоград замкнут сам себе, Казань не хватает ростовых показателей, а Москва разрознена. То есть, даже у «Динамо» нет своей «Академии». И вот один из вариантов вот этой вот «Академии», которую наши ребята создали. То есть, если им помочь, еще к тому же, и поставить на уровень системы, именно как система, готовиться под квалифицированным присмотром тренеров, качественные игроки, которые приходят в клуб и в сборную. Вот вам и система простая. Количество, качество, и, соответственно, легче будет выигрывать. То есть, из чего можно сделать вывод, что поддержки, как таковой такой, целенаправленной, централизованной в водном полу сейчас нет? Пока нет. В Москве, к сожалению, есть детские школы, но они больше разрозненно работают. Они растут от игроков, но именно, что они должны вырастить игроков для побед и нужд сборной или «Динамо», к сожалению, такого разговора не могу сказать, что есть. Возвращаемся к московскому «Динамо», тем более, что совсем скоро уже будут сыграны полуфинальные встречи в чемпионате страны и московское «Динамо». В прошлом сезоне было серебряным, бронзовым призером, да? Мы были два года назад бронзовая, прошлый год серебряный. Бронзовым призером. То есть есть какое-то поступательное движение вверх? Ну, было, да. Мы очень прилично стартовали. Восемь лет до этого не выиграли медали. Вот. И два года назад удалось. Кстати, в команде еще играл Сергей Горозов, был капитаном команды. Вот. Потом пришел Ромка, тоже стал капитаном команды. Пошли уже на серебро. Как готова команда? Тем более, что вы, я так понимаю, что какой-то краткодневный сбор провели в Черногории. Совсем недавно. Команда готова. Хорошо. Вот. На процентов 90. То есть вот максимально то, что можем. Последняя неделя доводка. Вот. И начнем играть. И уже в этих играх, как на войне, все будет видно. Какие слабые места, что мы за год не успели сделать, что успели сделать. Надеемся на лучшее и вступаем, как бы, с уверенностью в своих силах. Дворец спорта Динамо на водном, да? Да. Кстати, в пользу случаем приглашаем всех любителей водного пола, а именно поклонников Динамо Москвы на наш бассейн на водном стадионе. Будем вас ждать. Игры будут начинаться с 19 апреля. В 18, по-моему, в 18.00 мы начинаем. Первая игра со штурмом. Пожалуйста, приходите, болейте. Я думаю, что будет интересно. А вот в этом спорткомплексе, который сейчас строится возле станции метро Динамо, там будет стадион для водных видов спорта? Нам обещали собственный стадион, метро Ботанический сад, который будет уже действительно нам принадлежать с нашими. А сейчас мы, как бы, в гостях все равно, но к нам хорошо относятся. Бассейн предоставляет нам все условия. А что там строится? Я слышал, Академия по футболу будет детская. Но на водном стадионе это бассейн и принадлежит Динамо Московской городской организации. То есть, в принципе, почти дом. Ну, почти дом. Можно и так сказать. Другая полуфинальная пара. Кенев, Сургут, Нефтегаз, Динамо, Астрахань. Кто здесь фаворит? Я думаю, наша четверка, она вся равна. Я думаю, что будет интересно. Все, мяч, мяч пойдет. Спасибо большое, что пришли. Напомню, что в гостях на Спорт.ФМ первый час провели вместе со мной главный тренер московского Динамо по водному полу Марат Закиров и капитан московских Динамовцев Роман Балашов. Спасибо большое. Мне кажется, мужчины, благодаря вам водное поло до сих пор живет. И плывет. И плывет. Спасибо. Спасибо вам. Успехов, удачи. Сейчас пауза на рекламномости. Реклама Привет. А вы знаете, чем отличается наш интернет? Наш интернет настолько большой, что его хватит на всех. В нем можно гонять на танках, смотреть и делиться увиденным одновременно. Но самое главное, что наш большой интернет от онлайн включает еще и до 120 ТВ-каналов. Подключи тариф «Большой интернет от онлайн» и получи вместе с интернетом интерактивное ТВ. Две услуги по цене одной. Подробности по телефону 8-800-707-8200 и на сайте онлайн.ру Пау Ростелеком Категория 6+. Для здорового и успешного роста вы готовы дать своему ребенку все и даже больше. МедСи поддержит вас в этом стремлении. Только у нас широкая сеть клиник, выездная служба, стационар, программы годового обслуживания, детский центр развития, бассейн и многое другое. Здоровое детство живет в МедСи. Подробности и запись по телефону 495-7-8-8-8-8. 800-500 и на сайте медси.ру Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистами. Телефон рекламной службы Спорт.фм 620-46-64 Код Москвы 495 Сказано на Спорт.фм Российский боксер-профессионал, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета президент Федерации тайского бокса Москвы Григорий Дрозд Прочемпионский характер Считаю, что нужно приложить все усилия для того, чтобы мой успех сегодняшний в ринге в статусе чемпиона мира перешел в мою обычную жизнь не боксерскую, не спортивную. Я хочу иметь такой же успех на других поприщах. Я уже являюсь президентом Федерации Москвы по тайскому боксу. Все, кто голосовал, приняли единогласно мою фамилию. Так что есть спортивная общественная нагрузка в этом деле. Мне тайский бокс очень интересен. Хочу развиваться. Хочу, чтобы Федерация тайского бокса Москвы взлетела на новый уровень. Про политику и спорт. Все-таки, наверное, спорт темой отличается. Все-таки спорт, он всегда немножко был обособлен, если мы говорим о такой настоящей, большой, серьезной самой политике. Все-таки спорт это тот инструмент, с помощью которого страны дружат, общаются, находят язык общий, и понимают, что спорт это большая сила, большая дружба. Про детей. Дети ждут любого шанса, чтобы побыть с папой рядом. Они в комары, в муравейники, в палатке, папа рядом. Только с папой, ну с папой, с мамой, ну папу надо видеть. Мама в статусе детей сейчас находится, ей тоже нужен папа. У нас сейчас то время, когда мы радуемся и наслаждаемся друг другу. Мы едем все вместе на рыбалку с товарищами, с друзьями, с опытными рыбаками. Мы готовимся к серьезному улову. Российский боксер-профессионал, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета, президент Федерации тайского бокса Москвы Григорий Трост. Бокс – это наука, исследующая человека на прочность.